Здравствуйте! Вы смотрите «Такие дела» из Архангельска, а вот наши гости напротив на серии «России впервые». Знакомьтесь, театральный актер Герберт Калуцца и режиссер Марек Гершаль. Родился Герберт в Варшаве, а живет и работает в Берлине. На сцене театра драмы имени Лавоносова представил зрителю моноспектакль по рассказу Исаака Бабеля «История моей голубятни». Здравствуйте, Герберт. Здравствуйте, Марек. Здравствуйте. Нам сегодня в нашем разговоре поможет Наталья. У нее очень ответственная роль. Она будет за кадром, но будет переводить. Итак, вы действительно впервые в России, в Архангельске? Герберт говорит, что он четвертый раз в России, и ему очень приятно познакомиться с нашим городом. В Архангельске он первый раз, и он был в 1972 году в Москве, и также посетил в этой поездке Азию, Самарканд, и его это очень восхитило. Марек был первый раз в Архангельске, и второй раз в России, и очень благодарен, что у него есть такая возможность посетить нашу страну. Ну, давайте поближе познакомимся и расскажите немного о себе. Мы действительно очень, о вас очень мало информации в интернете, по крайней мере в нашем. Герберт родился в 1942 году в Катовице. Тогда это была еще Германия, но после Второй мировой войны эта территория отошла к Польше. Родители его являются представителями немецкой семьи, с мягкой до сих пор живет. Учил он польский, работал в Национальном театре в Варшаве. Потом переехал в Германию и работал в Килле, в театре, где и создал спектакль, который мы могли вчера видеть. Марек работает актером и режиссером, больше всего, как подлежит, режиссером. Очень много постановок и фильмов он делает в Польше и в Германии. Работает то тут, то там. То есть вы и театральный, и кинорежиссер? Он обучался на режиссера кино, но в данный момент работает в театре как режиссер. Русские зрители ведь хорошо знают немецкие сказки, да, «Златовласка», «Братьев Гримм». Конечно. Да, ну и давайте вот поближе к тому фестивалю, на который вас пригласили. Вы с радостью сразу согласились приехать на этот фестиваль. Вы же ничего не знали, наверное, о нем, да? Им очень понравилась эта поездка, и Хербер считает, что очень редко кто запада поедет в такое место, потому что оно находится очень далеко. Но они очень рады, что они совершили эту поездку. Например, вчера они были на Ляграх, увидели Белое море, что их невероятно восхитило, а сегодня они увидели Малые Карелы, и все эти впечатления они сохранят в сердце и привезут с собой в Германию. Ну, а теперь, наверное, о самом спектакле. Да, кстати, вы знаете писателя Федора Абрамова имени кого фестиваль назван? Чье имя носит фестиваль? В определенных кругах в Германии этот фестиваль известен. Я узнала о нем от своего знакомого, что такой фестиваль проходит в России. И, конечно, я хотела его непременно посетить, чтобы сравнить с другими фестивалями в мире. Но, тем не менее, я вот именно о писателе Федоре Абрамове, чье имя и носит фестиваль. Вам он знаком? Мне нет. Нет? Нет. Я не знал. Я тоже нет. И, тем не менее, вы берете своей постановкой русского писателя Исаака Бабеля и ставите рассказ именно по нему «История моей голубятни». Чем вам интересна история старого еврея? Еще молодым человеком он был знаком с Бабелем, с его произведениями. Когда ему было 22-23 года, он первый раз познакомился с произведением Бабеля. В Суреческом театре ставили постановку Бабеля «Закат». И Херберт играл там главную роль, роль старого пожилого мужчины. Но он прошел уже 50 лет, и с того момента он все еще любит и уважает Бабеля. И очень трудно подобрать слова, которые бы действительно описали этого писателя. Трудно подобрать небанальные слова. Май говорит, что они хотели бы сердечно пригласить всех зрителей читать Бабеля, который очень много писал в стране, и при этом был очень умным писателем. Его произведения можно отнести к мировой литературе, и это хорошо, если у них получилось заинтересовать соотечественников же Бабеля его произведениями. Да, да, это действительно важно. Но вот старый еврей рассказывает историю своего детства. Мальчиком он страстно мечтал о голубях. И очень трагичен конец, это еврейский погром 1905 года в Николаевске, в Николаеве. Так это что, это спектакль об антисемитизме? Это действительно сейчас очень актуально в сегодняшнем мире? Или нет? Нет, нет, нет. Конечно, здесь идет речь о конфликте между русскими и евреями, но это история о том, что, когда люди друг друга не понимают, то в конце умирает один голубь. И неважно, идет ли речь о евреях, о русских, и в таком смысле нельзя назвать эту историю антисемисткой. Мальчик считает, что скорее это о грецкой мечте, о детстве, о любви. И бабы оставляют нас с ужасным миром в конце, и нам мешают, что мы будем с этим делать. Будем ли мы так же отвечать агрессивно ему, или же поступим по-другому? То есть дело не в национальностях, русский, еврей, или там у нас, да, украинец, немец. Нет, 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 нет. Смысл того, что эта песня идет на четырех языках, можно пояснить таким образом, евреи, как народ, они везде находят себе родину, везде должны были находить себе родину. И, соответственно, языки у них смешивались, постоянно менялись. То есть это как произведение, путешествие через четыре языка, один еврей ездил, и он везде должен был где-то новый язык учить. И скорее это о еврейской судьбе произведение, но не в политическом смысле. Да, вы уже ответили на мой следующий вопрос, когда я хотела вас спросить, как появилась идея. Здесь все очень логично, все очень органично, понятно уже все. Но это моноспектакль, и Герберт один на сцене. Как вот о вас пишут, человек небольшого роста, почти сумасшедший в своей интенсивности на сцене. Это принципиально, это какой-то новый театральный язык, да? Вы за минимум декораций, за минимум украшательств? Да, вы сказали. Это не новое направление, это можно сказать правильным, настоящим актерским искусством, которое никогда не умрет. И оно базируется на возможностях актера, ближевать на сцене и оживлять определенные эмоции для зрителей. Но вот вы один, в черной комнате, чемодан и яблоко. Это символы? Это что-то значит? То, что ничего нет на сцене лишнего, это значит, что зрители не должны отвлекаться от актера, а концентрироваться только на нем. И задача актера, соответственно, завлекать зрителей в свой мир, о котором он говорит, удастся это или нет, он никогда не знает. Но я надеюсь, что зрители исследовали мои истории и что им было интересно. И из своих предыдущих я узнал, что зрителям нравится звучание вот этих четырех языков. А яблоко, что значит яблоко? Ну, журналисты, они тоже актеры, тоже, вернее, велика зрителей. Актеры задают на сцене вопросы, но они на них не отвечают, они оставляют тайну. Не будем. Не будем. Спасибо. Ну, вот скажите, тут же востребовано в Германии русское искусство, русская литература. Что популярно? Есть различные фестивали, которые посвящены как раз молодежно-русской литературе и проходят спектакли. Сейчас, к сожалению, не могу назвать конкретного имени. Также популярны переводы русских романов и современных русских романов в том числе. Вот у вас вот этот спектакль, у вас зритель понимает вот с этим спектаклем по Бабелю конкретно? Или вам без разницы реакция зрителя? Вы так в себе актер, режиссеры. Вы уверены, что вас зритель понимает, поймет правильно, поймет? Наша работа для зрителя, а зритель – это самый важный человек в театре. И иногда мы видим, что зрители понимают и тронуты спектаклем. Но очень редко кто подходит и говорит это лично, но мы надеемся, что зрителям понравилось то, что мы сделали. И вчера произошел невероятный случай, подошел к Херберту мальчик 12 лет и сказал, что смотрел его спектакль и хочет сфотографироваться с ним и получить автограф. Это невероятно тронуло Херберта. Может, он не все понял, но что-то в нем такое всколыхнулось внутри, да? Что осталось с эмоцией, неважно, что-то там в уме, главное, что... Значит, это нечто, а не с собой, а в обе людьми. Да, да, но маленький он знал, что-то в большом шоуспеле. Мальчик мальчик узнает великого актера. Да, да. Ну, а вот, кстати, в Германии как театр, театральное искусство, насколько востребовано, насколько ценится? Или уже люди погрузились в видео, в кино, вот это все ближе, да, сидя в комфорте, или все-таки идут в театр? Да, театр очень-очень популярен. В Германии очень много театров, и, например, для такой маленькой страны, как Германия, находится около 500 театров. Люди посещают их, и существует очень много различных направлений внутри театров. Повезло вам. Что такое театр будущего, как на ваш взгляд? Каким будет театр? Театр связан с развитием общества очень тесно, и в каком направлении будет развиваться общество, в таком же, соответственно, будет идти и театр. И это хорошо, что мы пока не знаем, в каком направлении же идет общество. Зеркало, зеркало. Театр – это зеркало общества. Театр, как мы знаем, что театр – это шпигель des Gesellschafts. Иногда, но не всегда. Но если общество не свободно, то с театром все будет сложнее. Театр, существующий театр, он... Театр, нужно пытаться идти к тому, чтобы думать. И так же, как в семье, очень важно говорить все свободно о проблемах, так же важно это делать в театре. Да. Ну, наше время подходит к концу, и традиционный блиц. Ответите? Ага. За что вы любите театр? Так, коротко. Можно убить за то, что получаешь деньги. Принимается. Можно встретить там особенных умных людей. Если бы вы не были актером, вы, Марик, режиссером, какую бы стезю вы выбрали? Он хотел быть трубочистом. О! Марик хотел бы быть детским врачом. То есть, все равно где-то с людьми, да, вот, где-то, чтобы им что-то доставлять, какую-то радость, пользу, да? Как вам кажется, в чем отличие русских и немцев? Или сходство? Я думаю, что различие заключается в том, что немцы не более организованные, русские же в меньшей степени, и немцы не немножко холодные, а русские же очень радушные, сердечные. Но везде есть плюсы и свои минусы. А если встречаются на дороге русские и немец в машине, то как только остается немножко до того, как заглядится красный, русские скорее проезжают, а немцы же остаются и ждут зеленого. Это хорошо? Это ситуация-то случилась в пустыне, где больше никого нет, никаких немцев, и все равно бы русский поехал. И это шутка, конечно же. Спасибо вам большое и новых творческих идей. Спасибо большое. Большое спасибо. В студии были гости Архангельска, участники 4-го международного театрального фестиваля «Родниковое слово» имени Федора Абрамова. Польский актер Герберт Халуца и режиссер Марин Гершаль. Девиз северного фестиваля «Абрамовская строка» – «Всеми силами будить человека в человеке». А не цель ли это всего искусства? Такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин